Всем доброе утро! Мы уже с утра тут наводим порядок. Разобралась немножко в детской, пропылесосила. Викбам вот немножко передвинула, под ним пропылесосила. Но они пока не сидят. Лерка не понимает. Если вот Игорь иногда бывает у него, он туда заберется, лежит в телефоне. Лерка уже тогда с ним. Стульчик мы тоже сюда ставим, потому что у нас в зале уже нет места. Сушилка здесь всегда стоит. Тут как бы комната такая... Ну, Лерка не играет здесь. Помните, да, у нас здесь и ковер, и стеллаж был. Она сюда приходит просто по настроению играть. Ну, и потом вот сюда у нас пойдет шкаф. Мы закажем в Икее. Этот пока не знаю вообще с ним, что будем делать. Здесь у нас пакеты хранятся. И вещи там надо отдать. Так, я еще не позвонила. Тубаретки тоже до дня рождения Леркиного будут стоять. Потом, наверное, на чердак уйдут. Посмотрите, сколько у нас набралось хаггисов. Вот это мне присылали на рекламу. Четверку или тройку мы уже использовали. Четверку, по-моему. Вот эти, считай, две упаковки. Потом вот эти нам прислали. Они уже с Микки Маусом. Дроечки. Короче, надолго хватит. Видите, они 13-17. Они уже, наверное, после годика будут. Потому что, прикиньте, мы 7 килограмм только весим. Они вообще еще нам не скоро. Мы тоже, наверное, уберем куда-то подальше. Но эти как раз на месяц нам хватит. Вот чем бы не реклама хаггис. Посмотрите. Открыла две упаковки. Короче, сюда уже положила. Вот так вот. Здесь памперс, здесь хаггис. И сюда тоже хочу сложить две упаковочки. Здесь только контейнеров у меня нет. Я тут в прошлый раз сделала заказ на аптеку. Заказала витаминчики. Потом вот йод взяла. У нас закончился. Маленький. Так, дальше взяла гематогенки. Что-то прям соскучилась. Очень люблю их. Две штучки себе взяла. Они дешевые были. Наверное, рублей 10 с витамином С. А потом Лерки взяла. Аквамарис у нас закончился. Последний раз я и сама соляной раствор делала, когда она болела. Просто вот в эту штучку наливала ей и все. Очень нравится. Мы с самого рождения ей пользуемся. Дальше взяла это Игорь. Он постоянно мучается с сжогой. Постоянно разные берем. То Ренетидин, то Реня. Вот в этот раз я попробую взяла ему гевиско. Напишите, кому как. Помогает или нет. Потому что цена, ну, низкая. Так, дальше. Это тоже Игорь у Анли Макс. Потому что, ну, я вот эти штуки всякие не пью. Мне не нравится. Я чаем просто лечусь. Ну, и тем более сейчас мне ничего нельзя. Так как я грудью кормлю. Вот. Она тоже недорогая была. С клюквой. Ну, и просто по пачке взяла вот эти вот активированные уголи. Это у меня постоянно дутье какое-то. Я, блин, всегда с ним. Потом таблетки от кашляю. Такие вот. Пусть пробудут. Цитрамон и парацетамол. Вот я парацетамол пью, когда болею. И самый главный заказ вообще, зачем мы делали заказ, это аскорбинки. Тоже они дешевые. По 10 рублей, наверное. Такие вот аскорбиновая кислота с сахаром. Потому что стала замечать, что у нас витамин С по ходу снизился. Иммунитет плохой. Вот из-за этого я сразу набрала. Только и везде лежат. Будем кушать. И себе взяла такую помаду гигиеническая, пантенол. Отзывы были очень хорошие. Я давно хотела ее попробовать. У меня последний раз Невея была белая. Такая прям жирная она. Мне понравилась. Вот взяла такую сухую обветренную кожу. Не люблю я вот обычные магазины. Мне кажется, они не помогают. В аптеке все-таки более такие они хорошенькие. Всякие витамины добавлены. Ну и, конечно же, куда без фикс прайса. Заехала, взяла персил. Были. Я думаю, вообще-то это будут. Но вот были только такие. 11 штук здесь. 199 рублей стоит. Потом такой доместо взял. Мы еще такой не брали. Надеюсь, поможет. Потому что у нас налет образовался уже. Себе он всегда берет зимние вот такие вот стельки. Они очень-очень мягкие. И, конечно же, туалетная бумага по 149 рублей. Фамилия трехслойная. 12 рулонов. Наверное, самая низкая цена в фикс прайсе. Вот такие вот были покупочки. Доча. Ку-ку. Доброе утро. Че? У нас время полдвенадцатого. Ночи. Мы поспали. Мы бодры. Да, доча. В семь часов мы легли спать, девчонки. У нее был сегодня один сон. Только я ее не смогла уложить на второй. Думаю, ладно. Мы нашего папы на работу проводили. И семь часов удрыхались. Думаю. И я сейчас только хотела ложиться спать. Она проснулась вообще бодрая. Все. Теперь будем сейчас играть. Да? Покажи девочкам, как ты научилась. Дай пять. Дай пять. Ну, дай пять маме. Дай пять. Дай пять. Ну? Дай пять. Ну? Двать. Дай пять. Короче, я вам завтра покажу. Завтра-послезавтра. Да, потому что погода стесняется. Ладно, она пока будет играть, сидеть. А я пошла немножко покушаю. Блин, вот у меня всегда так. Я зубы почищу, спать лягу. А потом все равно стою кушать. Да, дочь? Давайте, ругайте меня. Но у меня сегодня вот так вот будет. Мне Игорь сегодня купил мой любимый сыр в красно-белом. Еще мы очень-очень полюбили карбонат тоже. В красно-белом берем. Блин, не знаю, может быть курица, может быть свинина. Я как бы... Ну, именно этот я не поняла. И забыла прочитать. Помню, что карбонат. Очень-очень вкусный. Прям такой сочный. Там прям сок такой был, это копченый. Вот. Сейчас буду кушать черным хлебушком. А еще я знаю то, что я многих подсадила вот на эти вот хрустящие трубочки из фикс прайса. Они очень-очень вкусные. Просто как семечки. Они улетают. Во рту тают. Я не знаю. Очень-очень вкусные. Обязательно попробуйте, по-моему, 7,7 или 55 они стоят. Дай пять. Ну! Лера! Алло! Ура! У меня получилось! Алло, алло, привет! Дай пять. Ах, молодец! Лера! Алло! Алло, алло, как дела? Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Дай пять. Алло, 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 привет! Алло, алло! Дай пять. Дочь. Девочкам покажи. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Всем доброе утро, наши хорошие. У нас время уже полдвенадцатого. Мы сегодня проспали до полодиннадцатого. Мы вчера ездили к моей маме, к нашей маме. Сестренка с парнем приезжали, мы с Игорем приезжали. Вот мы до десяти только посидели, потому что Лерка уже спать хотела. У нее вчера был один дневной сон. Вот. А сестренка, они остались с ночевкой. Мамка стол вообще накрыла шикарный покуш. Да, твала. Посидели. Потому что мы давно уже Настю вот с парнем... Ну, Настю я видела, вот, она приезжали в июне что, или в июле последний раз, в июле. Вот. Я сейчас уже кофе попила, голову, по-моему, накрасилась. И скоро в Лерку буду спать, укладывать. Буду убираться, потому что у нас киш-миш. Я ей все даю, докрашусь. Она всю косметику по дому разбрасывает. Там всю туалетную бумагу раскрутила. Посуду надо помыть. Вот. Сегодня я буду гладить. И надо сегодня снять гирлянду с окон. Потому что Лерка ее грызет, подходит. Меня уже просто это раздражает. Сил нет ее гонять туда-сюда. Все, надоела эта новогодняя атмосфера. Родство отметили, да и ладно. Лерка у меня сегодня без подгузников. Я только бегаю, лужи вытираю. Не знаю, что-то у нее опять началось. Может, то, что вчера в гостях жарко было. Подгузники у нее так попрело. Вот я кремом мажу. Вообще, я мажу всегда персиковым маслом. Надо сегодня, говорю, сказать, что купил. Просто, я не знаю, за пару часов убираю. Девчонки, серьезно. Никакой крем не нужен. Просто попробуйте. Я с самого рождения персиковым маслом мажу. Обычно вот за 40 рублей там в аптеке, которая продается. Самое лучшее средство. Попробуйте просто. Вы сами будете в восторге. Изнаночь, например, мажете. На утро ничего нет. Вообще ни пятнышка нет. Так что вот. У нее прям вот такая жесткая уже сыпь как будто. Я не знаю. Ну, это не может быть от подгузников моих раньше носили. Вот думаю, то что вчера, наверное, она так перегрелась. Подгузники. Либо за ночь. Короче, она у меня сегодня будет без подгузника. Только на сон ее одену. Потому что она в санках будет спать и все. Вот. А к персиковому маслу, пожалуйста, присмотрите. Все, вышли мы немножко сверху погулять. Сегодня думала, тепло на улице. Ну, вроде тепло. Но такой ветер. Я думала, сейчас около часика погуляем везде. Тут раз я вообще очень долго гуляла. Я аж до дома еле дошла. Ноги так сильно болели. Вот. А сегодня ветер. В одну сторону нормально идти, а вот в обратную уже будет тяжело. Так что, как и снят, мы сразу домой пойдем. Может быть, к вечеру получше будем уже. Папу пойдем встречать. Может быть, ветер успокоится. И снежочек такой легенький идет. Сейчас хочу домой прийти, отснять вам немножко видео на тему минимализма. Я добавлю в этот влог. Потому что такая тема вообще спорная. Многие соглашаются, многие не соглашаются. Я вообще хочу рассказать свое мнение. Именно, что я стала замечать и так далее. Какой ветер очень сильный. Вот. Вообще руками. Видите, у нас здесь какая красота. Снега только мало. Так бы вообще, наверное, все белое было. Вот и куколка моя спит уже. Все. Можно идти домой уже. Сегодня уже, наверное, в сотый раз я поднимаю тему минимализма. И хочу уже обсудить с вами то, что это не болезнь. Это стиль жизни. Многие начали осуждать минималистов. Я начала замечать. Я смотрю многих девочек, минималистов, у которых дома все белое. У которых минимум вещей. Они не зацикливаются на чем-то. Не скупают там все. И начала замечать то, что такие пишут комментарии люди. То, что фу, как с вами живут мужья. У вас дома как в гостинице. У вас дома как в больнице. И у меня просто уже стало такое бешенство. То, что люди этого не понимают. Слава богу, сейчас это все стало модно. И люди к этому относятся нормально. И дизайнеры склоняются к минимализму практически все. И вот люди этого не понимают. И начинают писать просто нам гадости. Мне тоже начинают прилетать такие сообщения. Но люди ведь не все одинаковые. Люди делятся на несколько типов. У меня пока только два типа. Это те, кто живут как раньше. У них все разноцветное. У них холодильник весь в магнитиках. У них много вещей, которые они хранят. Есть те типы людей. Это как я. Еще хлещи есть. Которые сортируют мусор. Которые выбирают экологичность. Которые выбирают все белое. Которые все выбрасывают. Которые ценят вещи, любят. Хранят только любимые вещи. Которые они пользуются. Они там расставляют статуэточки. Которые копят пыль. И так далее. Вот как раз таки я отношусь к этому типу людей. Мне так комфортно жить. Мне так легко. Я люблю, когда у меня куча времени. Когда мне не нужно протирать все эти рамочки. Статуэтки. Мне не доставляют они удовольствия. Они не делают мой дом уютнее. У меня только начинают с мандраж, паника, психоз. Когда мне нужно много уборки. Когда это пыль везде. Мне легче протереть комоды, стол и какие-то поверхности. И у меня не будет дома пыли. Я за 15 минут могу убрать весь дом. Мне комфортно. У меня есть куча свободного времени. Я могу потратить его на кое-что другое. Чем я буду постоянно все это убирать. Тем более сейчас ребенок. Все это надо ей. И она все это разбрасывает. И то, что у меня минимум вещей. Я быстренько все это собираю. И все. У меня как бы чисто. И вещи все нужные. Я не собираюсь обсуждать тех людей. Которые живут как раньше. Если им так комфортно. Пусть живут. Просто я хочу донести до людей. Почему вы осуждаете это. Это ведь наоборот здорово. Хорошо. И знаете. У меня муж например меня полностью поддерживает. Он даже наверное хлеще меня. Он не любит. Он всегда осуждает. Фу. Там нафиг это цветной ковер. Нафиг этот красный гарнитур. Нафига там постельное белье в цветочек. И так далее. Он вообще это тоже не понимает. И он полностью меня поддерживает. Он любит белую мебель там какую-то. Он не любит когда все в цветочек. Красный, зеленый и так далее. А вот мне говорят то, что муж от меня скоро сбежит. Нет, не сбежит. Потому что ему так комфортно. И когда мы ходим к кому-то в гости. Он это все замечает. У кого-то там обои. У кого-то диван и так далее. Кто там дешевую мебель страшную покупает. Как старых образцов. Как у большинства людей. И он все это замечает. Ему что-то не понравится. Он мне потом все это рассказывает. Вот. Как-то так. Я начала замечать в себе. То, что похоже я перфекционист. С каждым днем это все больше и больше проявляется. И мне начинают цепляться в глаза такие вещи в доме. Которые меня раздражают. Например. Меня в последнее время начал раздражать вот этот календарь на моем холодильнике. Он мне режет глаза. Так что я его скоро наверное уберу. Я думала то, что нам будет так удобнее. У нас и планер магнитный висит. Где мы записываем все заметки. Но он меня начал раздражать. Мы повесили календарь, да. Чтобы посмотреть даты. Записать. Как бы все удобно. Но мне неудобно. Мне неудобно. Мне это раздражает. Мне нравится когда холодильник чисто белый. Была бы возможность он был вообще встраиваемый. Потому что я не люблю вот эту вот кухню. Когда микроволновка отдельная. Это отдельно. То отдельно. Это ручки. Когда я этого не люблю. Мне нужно чтобы вот просто единая композиция белая была. Не так комфортно. Мне ничего не цепляет глаза. Я не люблю когда что-то на столе. Я не люблю салфетки. Вот эти наши кухонные соломины. Я их всегда убираю на стуле. Если мы садимся кушать я их достаю. Муж постоянно вот их достает. Ругается то что я их убираю. Ну вот не люблю я это все. Ковры да у нас были. Я не люблю. Они копят пыль. Они копят волосы. Это дополнительная работа. Тем более у нас есть теплый пол. Нам ковры не нужны. Вот мы чисто Лерке заказали. Потому что ну все равно когда она играет. Мне очень приятно сидеть там голой попой. Например на ламинате. Вот. И то я выбрала такую расцветку. Да. Там нет красных каких-то зеленых. Ярких ядовитых цветов. Просто такие прям нежные оттеночки. Вот. Потому что знаю. Многие заказывают вот эти пазлы разноцветные. И я их как бы вообще не понимаю. И сразу же обходила их стороной. У нас есть белые пазлы. И ребенок от этого не страдает. То, что он не видит никаких цветов разноцветных. У нее достаточно игрушек цветных. Конечно же эти игрушки также у нас спрятаны в органайзеры. Которые серого цвета из Леруа Мерлен. Также у нас есть для них стеллаж белого цвета. И ничего мне не мозолит глаза. Когда эти игрушки разбросаны. Я их просто собираю и все. И тем более даже вообще игрушки. Я как бы сейчас не собираюсь покупать. Потому что они ее не интересуют вообще. Ей больше нравится со мной на кухне где-то. В комнате что-то перебирать. Разбирать. Смотреть. Играть. Ну вот как-то так. У меня просто начинает цепляться глаз за многие предметы. Сейчас я разбираю уже свой гардероб. Убираю разноцветные вещи все. Например я открываю шкаф. Вижу голубую футболку. В которой я хожу частенько. Она меня начинает раздражать. Мне надо чтобы у меня было все в постельных тонах. Красивое. Вот я себе кофту купила. Пальто купила бежевое. Шапку с шарфом бежевого купила. Начинаю убирать черные вещи со своего гардероба. Хочу чтобы как бы такое все светленькое было. Аккуратненькое. Чтобы у дома было комфортно. Не было ярких цветов. Лерке вот сейчас бутылочку. Меня раздражает. Начала ее розовая бутылочка. Она у нас маленькая. Я сейчас ищу ей альтернативу каких-то постельных тонов. Даже горшок. Я ей заказала серого цвета. Серый-белый. Ну еще не заказала. В корзине он у меня. Как бы я даже горшок детский подбираю нормальный. А не какого-то там розового-зеленого цвета. Вот. Вот такая вот. И я не больная девчонки. Многие говорят. Потому что если минимализм, значит это больной человек. У него с психикой что-то не так. Не знаю. Просто это стиль жизни. Мне так нравится. И у меня такая черта во мне вот. Может быть потому что я постоянно сижу дома. И мне хочется, чтобы здесь все было идеально. Как бы ремонт у нас будет. И слава богу, меня поддерживает муж. Он тоже хочет, чтобы у нас все было такое сдержанное. Не было никакого декора. Он меня тоже в этом поддерживает. Он не любит, когда я что-то покупаю. От всего декора. От салфетницы я избавилась. Зеркало у меня было декоративное. Муж постоянно его туда-сюда гонял. Потому что оно падало. Оно мешалось везде. Я его отдала сестренке. Может быть она хотя бы им будет пользоваться. Ну вот так, короче. Все рамочки я убрала. Одну рамочку я Лерочке поставила. Остальные я все раздала. Нету их. Весь там свадебный декор. Свечки, когда у некоторых там бокальчики стоят на виду красиво. Пыль собирают. У меня такого нет. У меня все это обрано в коробке. Мне это не нужно. Косметика у меня тоже никакая не стоит на виду. У меня тоже это все в коробке. Вот. Вроде все рассказала. И прошу понять этот стиль жизни. И привыкнуть уже к нему. И кстати, напишите в комментариях свою черту характера. Какой вы человек. И к какому стилю склоняетесь вы. К тому, какой был раньше. Там темная мебель, магнетики на холодильнике, декор и так далее. Либо более сдержанное что-то. В стиле икеи. Да. Белое какое-то. Постельных тону. Все такое красивое, светлое. Модное. Вот. Мне будет очень интересно узнать, сколько у меня таких девчонок. Которые поддерживают минимализм такой. Вот. Надеюсь, все рассказала. Если что, да, девчонки, задавайте вопросы. Может быть, что-то про интерьер. Как я решалась. Как я училась и так далее. Может быть, я расскажу вам в следующих видео. Отвечу на ваши вопросы. Ну, а мы идем гладить. Субтитры produced 6.44º. Субтитры сделал DimaTorzok А еще, девчонки, посоветуйте мне, пожалуйста, утюг, потому что, видите, у нас все такое синее. Мы покупали практически все самое дешевое на съемную квартиру, этому утюгу, наверное, ну полторы-две тысячи цена. И он меня не очень устраивает, у него какая-то плохая отдача пара. И, знаете, вот полотенца даже, которые постиранные жесткие, они все равно остаются жесткими от пара. Не знаю почему, видимо, такой вот немощный. У кого есть такой какой-нибудь серенький или беленький, устраивает он вас, не устраивает. Какая цена у него, модель, и нужно присмотреть что-то себе такое помощнее. Но не хочу, знаете, вот этот громоздкий отпариватель. Это вообще не мое, мне его даже хранить негде. Хочу вам посоветовать вкусные конфетки. Они были у Лерки в подарке, но я вообще нигде такие не видела. Вот такая вот упаковочка у них. Шоколад молочный белый Baby Fox с лисичкой. И тут вот такие вот маленькие штучки. Тоже, по-моему, шоколадки тут разные, может быть. Может быть и нет, я только две штуки пробовала. И тут какие-то, видите, наклейки еще в подарок. Очень вкусный шоколад, прям такой молочный-молочный, как киндер. Также для новичков, зная то, что меня смотрит много начинающих блогеров, помните, да, я покупала вот такую вот петличку. Это Боя М1. Она стоила 1600-1700 в ДНС. Я брала, она везде есть. Если вы будете подключать на айфон, то вот эта штучка обязательно просто нужна оригинальная. С китайской штукой, короче, вот с этой она не работает. А также петличка эта не работает с обычной камерой на айфоне. Она не будет работать. Нужно скачать приложение iMovie. Камера именно. И там есть раздел микрофон. Там нужно смотреть, чтобы гарнитура была подключена. А если вы зайдете в стандартное приложение айфон, то петличка у вас работать не будет. А так вообще звук хороший, наверное, уже поняли, да, по моим новым видео разговорным. Очень ей довольна. Наверное, уже будем прощаться. Я не знаю, если попробую. Сниму вам то, что я сегодня буду готовить. Я сегодня буду готовить пюре и минтай с ментаном соусом. Если получится, то отсниму. А если нет, то заранее. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока. Девчонки, я начала готовить. Здесь у меня картошка отваривается. Буду делать пюре. И здесь я уже начала делать минтай. Здесь у меня будет сначала морковка с луком обжаренной. Потом у меня вот такой минтай есть. Я всегда беру филе. Его нарезаю на такие средние кусочки. Бросаю сюда потом. Также обжариваю все вместе. И уже потом добавляю сметану. Вот такой вот соус прям получается. Потом пюре сделаем. И этот соус прям вот на пюре вместе с рыбкой. Прям очень-очень-очень вкусно. Покажу, короче, что получится у меня. Так, и пюре просто с молоком делаю. И на гарнир, точнее, к гарниру будет вот такой вот типа салатика. Морковка по-корейски тоже красно-белым берем. Очень-очень вкусная. Так, ну давайте покажу. Вот, смотрите, добавила я сюда рыбку. От нее выделился немножко лед. Видите, вода появилась. Но ничего страшного, это сейчас тушится. И я буду добавлять нашу сметану. Вот, пару ложек, наверное, будет достаточно. Вот. Обожаю. Меня муж прям полюбил, я в шоке была. Как бы уже раза три он у меня сам просил, чтобы я сделала. Вот. Все это перемешиваем и тушим уже до конца, как рыбка приготовится. Готовится очень быстро все готовится. Это такой быстрый рецепт, как вот по-флотски. Как макароны с тушенками. Ничего сложного. Просто там даже без морковки можно. Я обычно без морковки делала. Просто что-то захотелось. Что-то такого цветного для пюрешки. Вот, добавили сметану и тушим. Потом уже черный перчик можно, лаврушку можно добавить, соль. И все. Здесь у меня пюрешечка скоро будет готова. И будем вот этот уже соус выливать на пюрешку. Очень будет вкусно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, девчонки. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. Субтитры сделал DimaTorzok